доброе утро у нас не семья а кружок умелые ручки ну или наоборот вы в гостях у передачи пока все дома миша проводит интернет потом расскажу что мы делаем с интернетом и почему а михай попросил попросила мишу замочить ну покрывала хорошо выбить грязь потому что она уже настолько зачуханная а у нас же знаете как сейчас на карантине ты сейчас развалишь пол ванны опасно было новой кадров фильм они доходят вы потеряли жертву Мы ее нашли. Ты готов, бежит просто жуткий. Я не знаю. Ты уже выпускаешь, ты же втаптываешь грязь. Елисея, сделай похолоднее воду. Сыночек, сделай похолоднее, будь ласочка. Ну вот, мы вышли с нашей квартиры. Здорово, Светлана. Всем привет. Как я тебе показывала, да? Не знаю. Мы с Елисеем идем ко мне на работу. Будем чистить его лицо. О, это надо было сделать давно. Ждали, что все-таки он попадет в кожу вен и получится сдать анализ на Демодекс. Но рискнем почистить. Кое-какие процедурки сделать. Надеюсь, это поможет. Ну, покажи, сыночек, лицо свое. Конечно, тут свет не очень. Ну да, вот это вот меня, видите, вот эти шелушения и крупные воспаления смущали. Ну, почистим, посмотрим. Как минимум черные точки почистим. Погода вообще прелесть. Ветер, ветерок такой легкий, и он аж горячий. Просто все проснулось, весна. Так, мы там выйдем или нет? Выйдем. И мне кажется, что с весной просыпается все живое. Особенно женщины. Хочется привести себя в порядок и фигуру, и лицо, и волосы. По крайней мере, я вот это время с карантином использую, знаете, там то маски на лицо с дотей делаем, на волосы с дотей, на лицо я сама. Ну, в общем, класс. Я немножко выгляжу помятой, потому что очень сильно нарушила график сна. Ложусь поздно, но вообще это рано. В полпятого, в пять утра. Потом просыпаюсь в одиннадцать-двенадцать, и как будто всю ночь гуляла, потому что возраст-то уже сорок один, а не двадцать пять. Но ничего, я вяжу. Я сейчас в основном вяжу, тку, мне очень нравится. У меня, как бы на заказ я не вяжу, но по факту, когда что-то есть, у меня забирают по хорошей цене вещи, мне это нравится. И вот такие дела. Что еще? Еще смотрела YouTube, YouTube немножко деградировал. В общем, сейчас поделюсь своими соображениями. Вообще прям деградировал. Смотреть нечего, некого. Превратились блогеры, которые снимали семейные просто каналы, семейные влоги. Превратились в каких-то дебилов. Я знаю, что людей оскорблять нельзя, но это просто... Ну, это мое мнение. Я, знаете, такой себе независимый блогер, потому что я не завишу от просмотров. В том плане, что если у меня будет мало просмотров, у меня количество еды на столе и стирального порошка не уменьшится. Потому что это не единственный источник моего дохода. И это очень здорово. Вообще очень здорово, когда источник дохода не один-единственный. Тогда ты сохраняешь себя. Ну, человек сохраняет себя. Он не прогибается. Он сохраняет свои принципы жизни. Он не идет по костям. И не придает что-то свое. Почему я говорю, что YouTube деградировал? Потому что... Так, машина. И еще несколько дней назад я хотела сказать, чтобы показать, что мы нашли свою ворону. Она же... Глянь, у нее вон яйца ей кидают. Ее тут подкармливают. Мы ее сами приходим сюда же тоже подкармливаем. Вон она скачет. Она живет в этом районе уже две с половиной недели. Слава богу, ни коты ее не съели, ни собаки. Она подружилась с местными голубями, воронами, воронами. И ночует... Я еще не знаю, где она. Но почти каждый день мы подходим, наливаем водичку, кидаем еду. Вон она скачет. Мы ее нашли случайно. С нас очень смеялся Михась. Может, я вставлю кусочек видео. Говорит, вам надо было ее усыпить. Так, не будем. Надо нам отсюда пройти, бы она сейчас на дорогу ринется. Она летает очень плохо. Я видела, как она может залететь на вот такой высоты бордюр. И на вот тот заборчик она перелетала. Ой, маленькая скачет. Мне кажется, она, конечно, похудела. Но камера сейчас далеко-далеко захватывает. В общем, мы будем идти назад, купим ей филе или сосиску, покрошим, и я ближе покажу. Михась вообще, говорит, вам нужно было ее усыпить. Я говорю, ну ты бы поехал, усыпил. Он говорит, нет. Вот говорю, вот и я тоже нет. А муж, когда мы ее увидели, мы шли по дороге как-то, ну, мы заметили, что наша вороша. А муж говорит, так, все, проходим мимо, мы не берем, я на второй раз на это не подвяжусь, потому что, ну, это все, это уже надо ее ловить и навсегда на постоянное место жительства. Вернусь про YouTube, расскажу. Очки сниму, бы некрасиво. Смотрела много разных каналов, влоговые, ну, как смотрела, во время карантина, до карантина начала смотреть, а во время карантина, как бы, увеличила количество своих просмотров. И так удивили некоторые каналы, потому что, знаете, когда пришел карантин, показал, что человек из себя представляет. Хорошо снимать влоги, когда ты влоговый канал, да, когда есть магазины, друзья, поход к друзьям, когда есть доступ к прогулкам. Сегодня там шашлыки снял, завтра покупки, послезавтра природу, Сан-Франциско или Израиля, или Чехии. А вот когда ты сел дома, то снимать, ну, вот эта ситуация, она и показывает, что человек из себя представляет, и чем он наполнен. И оказался дефицит. Снимать нечего. И люди немножко показали свое лицо. В том плане, что некоторые быстренько переобулись, то есть они ушли на самоизоляцию. Ну, и они молодцы. Хорошо, у них есть возможность, они ушли на самоизоляцию. Но не стоит забывать, что почти у 50% населения возможности уйти на самоизоляцию нет. Потому что людям нужно кормить детей, стирать одежду. И запаса денег на месяц, на два, на три нет. Это факт. Про пенсионеров я вообще молчу. Считаю, что такие поступки, что наоборот, желательно выйти из дома хоть раз в неделю, оглянуться вокруг. Может, в это время, пока, грубо говоря, человек сидит, хомячит свои запасы, кто-то в магазине, какая-нибудь бабушка или в аптеке нуждается в помощи. Просто взять и поделиться. Да, я пришла в АТБ. Я знаю, что там в Сельпо или в Депот бабушки с маленькими пенсиями не пойдут. Поэтому я зашла в АТБ, в центре походила, смотрю, на кассе стоит такая пожилая, аккуратная женщина. Она купила довольно скромный набор. Картошка, капуста, лук и масло маленькое. Не душистая. Вот видно по акции самая дешевая пол-литра. Я просто стою. Я, конечно, вагалась, но я говорю уже в конце, можно я за вас заплачу? Она так, не надо. Но знаете, вот эта гордость. Я говорю, мы же в масках все. Я говорю, мне не трудно. Здесь всего на такую-то сумму. Я могу. Просто примите. Сейчас такое время трудно. Она такая, я кассиру говорю, я заплачу. И бабушка так, ну, замолчала. И все. Я просто заплатила, и все. Также за эту неделю я где-то раздала три маски. У меня в сумке всегда с собой на запаску маска в пакете. Новенькая. Потому что я, во-первых, у меня Елисей очень спокойный сын. И я сама наблюдала, как в магазин не пустили парня, потому что он без маски. И первую маску я отдала этому пареньку. Вот знаете, есть такие подростки, неважно, мальчик, девочка, которые не будут отстаивать свою... Мы с Елисеем забрались в парк. Такой здесь у нас рядом есть. Тут и церковь, здание. Потому что здесь тихо, нету ветра. Просто я продолжу, что есть такие ребята, парни, девушки, подростки, неважно какой возраст, есть и взрослые такие, которые не будут отстаивать свою точку зрения, не будут что-то доказывать. Им легче развернуться и уйти. И парня не пустили в магазин. Я вышла вслед за ним, достала ему пакетную маску, говорю, на, иди, купи, что тебе надо. А он так засмущался, говорит, да у меня есть, я просто дома забыла. Я говорю, я понимаю. У меня просто, говорю, смотри, у меня трое деток, и тоже есть такие растяпы, которые могут забыть. Но не возвращаться же тебе сейчас. У меня вот есть, я специально, говорю, ношу на запас вот в такие форс-мажорные ситуации. Потом также бабушке одной дала. И потом мы шли, встретили еще мужчину, но у меня уже не было. Потому что вот идет, представьте, мы идем, скупились, тянем пакеты, душа радуется. А идет мужчина, и он идет на двух палках нам сюда. И я мужу говорю, вот смотри, ему, чтобы купить маску, нужно обойти аптеки, да, даже если у него есть деньги. Хорошо, он может даже пошить с носовых платков эту маску, чтобы в магазин пустили. Но вот он идет, вот с помощью этих двух палок. Я говорю, ему бы вот, вот где ему взять деньги, запас? Как бы сейчас все подорожало, маленькие магазинчики закрылись. У него передвижение, он испытывает трудность. Ну, в общем, жизнь трудна, и не надо закрываться дома, и сидеть как хомяк, хомячить свою жратву, и еще и засирать всех. Что я хотела сказать, что сейчас я сяду на лавку и продолжу, наверное, что очень много блогеров показали, как свое истинное лицо. То есть они засели дома на самоизоляцию, и началось засирание тех, кто ходит по городу. И, знаете, люди двуличные, мыслят двойными стандартами, потому что сидит, значит, красавица итальянская, чернобровая, может, она не итальянка, но в Италии. Ей лет 19, девочки, и она говорит, вот я, я сижу дома, я молодец, мы хотим, чтобы это все закончилось. А вы, все, кто ходите по городу, такие редиски негодяи. Да, хорошо, редиски негодяи, но извини меня, ты кушаешь неделю, ты кушаешь две, ты кушаешь три. Кто-то ходит, покупает эти продукты. И, скорее всего, это твоя мама. Твоя мама негодяйка. Это ты ее так обозвала? Тот, кто пошел на вот эту работу доставщиком, он тоже негодяй. По вашему мнению, он нарушил вот эти принципы. Тогда все должны сесть. Продавцы должны сесть дома. Вот эти люди, которые шарятся по городу, это продавцы, это, ну, медсестер возят, это кассиры, это провизоры. Я шла, встретила парикмахершу, говорю, девочки, куда идешь? Она говорит, куда? К клиенту иду. Потом у меня 100 гривен в кармане, и два дня надо как-то жить, пока муж зарплату получит. Я говорю, я понимаю, я вообще не осуждаю, иди, мне тоже надо постричь пацанов, я сама обращусь к тебе. То есть, прежде чем кого-то говнять, надо подумать, что люди шарятся, они просто так. И сидя в Италии, в Сан-Франциско, тетя 50 лет сидит, рассуждает о том, какие все заразы, надо 10 раз подумать, кто ты, и карантин закончится, а всем придется смотреть в глаза друг к другу. Вторая тема, которая относится к деградации Ютуба, это когда люди, которые закрыли себя на самоизоляцию, они-то посидели дома 2-3 недели, и начали уже снимать, значит, такие темы, что дети раздражают, мы с мужем не можем найти общий язык. А мне смешно, я-то женщина взрослая, семейная, а у меня 21 год брака, у меня трое деток, ну, меня это удивляет, как могут любящие друг друга люди не найти общий язык, как могут дети раздражать маму. Если мужчина и женщина раздражают друг друга, значит, вы чужие друг другу люди, потому что месяц это не срок для того, чтобы не мочь уже смотреть друг на друга. Значит, вы хреновая мама, раз вас раздражают дети за месяц, потому что дети маму раздражать не могут. Но знаете, что больше всего сердит? Что, я лавку еще, о, вот там есть лавка, пойдем, нет? Да. Не знаю, там на лавку хотела сесть. Но больше всего сердит, что люди не задумываются о том, что они говорят на 5, 10, 100, тысячную аудиторию. И другие дети, которые зрители, они сидят и на уши вот это все мотают, что типа побывший месяц дома это нормально, что депрессия, это нормально, что все ссорятся, это нормально, что мама с папой там чуть ли не на грани развода. И поэтому, вот это маршрут, и поэтому я говорю, это ненормально. Ненормально, когда люди, которые любят друг друга, родные друг другу, с одной семьи, они вдруг начинают сраться через месяц совместного пребывания в квартире. Я еще не накарантинилась, мне не хватает времени, потому что мы вожим, шьем, рисуем, делаем ремонт. И третья волна, это то, что, блин, я, знаете, люблю эти деревенские каналы, зайти посмотреть, как там козочки, курочки, помидорчики, огурчики. И что вы думаете? Захожу, знаете, какую тему эти деревенские подняли? Нефть. У них там свиньи не кормлены, коровы не доены, они сидят, рассуждают про нефть, как тяжело будет быть, жить в России, потому что сейчас же нефть никому не нужна, самолеты не летают, пароходы не плавают. Как же будет жить в России? А куры-то, блин, идите займитесь хозяйством. Я зашла посмотреть, как там козочки окатились. И это смешно, потому что одна половина там деревенских каналов, которые я смотрела, более-менее, они нормальные, они какие-то деньги делят, которые собрали, я не очень поняла, но приблизительно. А вторая рассуждает про нефть. Осталось 3-4 канала влоговых, которые честные. Вообще, конечно, есть каналы влоговые, но очень читается постановка, то есть это не честный влог, а знаете, когда говорят вот так вот, ой, у нас сейчас такое будет, сейчас придет наша мама, она не знает, что мы ее снимаем. Мама такая, короче, мне от таких влогов, конечно, тошнит, то, что это видно, постановка. Ну, я за постановочные, какие-то сюжетные влоги, но не такие, знаете, дебилкуватые. Но вот такие дела. Половина Ютуба самоизолировалась и засирает, говняет тех, кто ходит по городу, не зная их причин. Вторая часть, это то, что они депрессируют. Ну, как вы тогда живете вместе, если вам за месяц стали все люди родные, чужими? Как вы тогда едите? Блин, потенциально, хоть чуть-чуть почитайте про вирус, вы не скроетесь. Потенциально вы можете, не знаю, почта, поликлиника, стоматология, больница, магазин, все что угодно, откуда угодно взять, и если у вас хоть кто-то один выходит с дома, все, вы уже подвержены. Ну, короче, я не знаю, как это все объяснять, меня это все, как бы, такой грязный стал YouTube, все хотят хайпануть и сорвать немного деньжат на любой теме. Ну, и третья тема, это вирус. Ой, этот, нефть. Нефть, как будем жить? Да, блин, как будем жить? Все начинается с меня. Сначала надо дома прибрать, убрать, и потом дальше жить. Вот такие дела. Я что-то наговорила, даже не знаю, может, отдельно выложу этот монолог диалога, может быть, вместе все, мы с Елисеем пошли чистить Елисею лицо. Мы с Елисеем все еще идем, и я буду заканчивать свой такой монолог. В заключении хочу сказать, что нужно быть добрее, не спешить на осуждение, потому что, ну, со стороны некоторые люди выглядят уже как, знаете, деструктивная личность. То есть, личность, которая сама себя, ну, живет в своем обмане и неадекватно оценивает себя в обществе и общество в себе. Так что, не надо искать проблем извне, потому что, если вы устали сидеть на карантине, то это проблемы внутри. Внутри семьи, внутри отношений. Муж-жена, дети-мама, дети-родители. А карантин здесь ни при чем. В нормальных семьях, никаких депрессий, никаких скандалов нет. Все хорошо. Поэтому, обманывать не надо себя, прежде всего, и других в том числе. Боже, сколько людей, да, сыночек? Все, мы с Елисейем уже подходим к работе, поэтому я, наверное, вот так вот с вами и попрощаюсь. Встретила клиентку, также была, и она, знаете, говорит, Хатуночка, давайте сделаем мне какую-то красоту. Я говорю, ну, блин, я хотела сказать, смотрите, сейчас же карантин, цунок в сторону. Она говорит, ну, понимаете, я вот, а она после онкологии, она говорит, еще пять месяцев назад я думала, что это будет последняя весна в моей жизни. Как говорится, Бог подарил, еще немножко оттянул, и, конечно, я вот, ну, я ее понимаю. То есть, это я к тому, что в очередной раз, перед тем, как осуждать кого-то, что кто-то вышел на улицу, да, может, для человека это отдушина. То есть, если я, например, выбрала свою жизнь, поведение в этой жизни, а кто-то не делает так, как я, то я не могу осуждать этого человека. Просто-напросто, и все. Это простые догмы жизни. Все, мы пришли, сейчас буду фотографировать Елисея. Всем пока.